Шестой класс, 38 серия. Игры с выигрышными позициями. Это такие игры, в которых следует искать выигрышную позицию и надо стремиться передать очередь невыгодного хода своему противнику. Первая игра. На столе 35 камешков. Два игрока по очереди берут один, два или три камешка. Проигрывает тот, кто возьмёт со стола последние. Докажите, что при правильной игре выигрывает начинающий. Так, если первый игрок, начинающий, играет правильно, начиная с первого же хода, победа ему обеспечена. Как надо играть первому игроку? Итак, 35 камешков. Можно брать один, два или три. Первый игрок, если первым ходом возьмёт два камешка, значит, останется уже 33. 33 при делении на 4 даёт остаток 1. Вот этот один камень первый игрок оставит потом второму игроку. Итак, первый игрок первым ходом берёт два камешка. Так, второй игрок, например, берёт один. Тогда первый берёт три, чтобы в сумме с противником получилось четыре. Так, хорошо. Допустим, второй игрок берёт два. Тогда первый тоже берёт два, чтобы в сумме получилось четыре. Играя таким образом, вот первый игрок сможет выйти на 34 камня в общей сложности, потому что сначала было взято два, затем по четыре. И получается, что последний 35 камень остаётся второму игроку. Итак, при правильной игре выиграет начинающий, первый игрок. Вторая. В ромашке 18 лепестков. За один ход разрешается оторвать либо один лепесток, либо два рядом растущих. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто и как выиграет при правильной игре. Выиграет второй игрок, если он будет играть правильно. То есть он должен сначала оторвать либо один, либо два лепестка так, чтобы получились одинаковые по длине цепочки лепестков. Например, первый игрок отрывает один лепесток с одной стороны. Значит, второй игрок должен оторвать тоже один лепесток. Значит, оторвано уже два в общей сложности. То есть должна получиться цепочка из восьми лепестков с одной стороны и восьми лепестков с другой стороны. Так, а затем он отвечает симметричным ходом на ход противника. И, играя таким образом, он обеспечивает себе победу, второй игрок. Так, если же первый игрок первым ходом оторвал, допустим, два лепестка. Значит, второй игрок тоже отрывает два лепестка, так, чтобы осталось, значит, уже четыре оторвано, значит, цепочки по семь лепестков с каждой стороны. А затем отвечает симметричным ходом на ход противника. Итак, при правильной игре выиграет второй игрок, если он будет играть правильно.